С 1 января 2022 года власти хотят запретить секс. Такое постановление вышло на сайте Рострахрегулирования. Я верю. Я верю. Я верю. Секса у нас нет, и мы категорически против. То придется зарегистрировать свой аппарат. Феминистки продолжают бороться за свои права. Им надоела объективизация их тел. В ноябре 2021 года Союз Женщин России продвинул в Законодательный Совет правовой норматив о запрете секса и посягательства на женское тело. Запреты. Пожалуй, самое частое явление в истории России. Русский человек никогда не бывал свободен. И то, о чем писал Джошу Ройл в своем романе «1984» происходит здесь и сейчас. Сначала нам запрещают есть сладкое до супа. Потом нам запрещают есть колбасную нарезку со стола до начала официального застолья. Что дальше? Нам запретят ходить в туалет с закрытой дверью. Или в магазин со своим пакетом. Со своим пакетом нельзя. В декабре 2021 года в обществе распространилась информация об очередном запрете. Запрете на продажу и использование самогонных аппаратов. Проще поверить в НЛО, чем запрет самогонных аппаратов. Стало очевидно, что существует тайная организация, занимающаяся созданием фейков и запугиванием людей. Вот нам больше делать нечего ходить по квартирам. Вы еще бутылки запретите. Раз существует организация, которая создает фейки, значит, есть и те, кто в это охотно верит. Мы в логове фейковеров. Я верю в чипирование. Я верю, что 5G распространяет коронавирус. Я верю, что Цой жив. Я верю, что мы все умерли в декабре 2012 года, как и предсказали Майя. Я верю, что можно прожить на 12972 рубля в месяц. Наша жизненная кредо «Доверяй, доверяй и не проверяй». Мы верим во все и никогда не проверяем факты. Единственная свобода, которая у нас осталась, это слушать, что нам предлагают, и проверять факты. Давайте разберемся. Источником фейка является статья с сайта «Панорама». В статье Дмитрий Анатольевич Медведев представляется как представитель Росалкогольрегулирования. На самом деле он является заместителем председателя Совета Безопасности. Совет Безопасности занимается вопросами национальной безопасности, организации обороны, военного строительства, оборонного производства, военного и военно-технологического сотрудничества Российской Федерации с иностранными государствами. Также нет никаких подтверждений в официальных источниках о внесении поправок в нормативные акты. Ни на сайте правительства Российской Федерации, ни на сайте самого Росалкогольрегулирования. Вопросы, связанные с самогонными аппаратами, не входят в компетенцию Дмитрия Медведева. Владельцы магазинов самогонных аппаратов также утверждают, что нет никаких ограничений. Мы, честно говоря, пока с таким не сталкивались. У меня никаких ограничений от органов власти не имеется. Модное хобби сейчас в данный момент, и, соответственно, народ все больше и больше приходит. За последние 4 года мы наблюдаем рост спроса на самогонные аппараты. Каждым годом спрос увеличивается, пусть не намного, но он растет, стабильно растет. Я связываю это с тем, что больше людей начинает переходить на, во-первых, здоровый образ жизни. Это касается не аппаратов больше, а именно автоклавов, сыроварин и так далее. И, конечно, люди хотят пить свой натуральный продукт. Да, действительно, ограничения есть. А именно, нельзя произведить более 2000 литров в год на одного самогонщика. А если все-таки ты делаешь больше 2000 литров, то придется зарегистрировать свой самогонный аппарат. Но гнать все равно можно. Наше сообщество винокуров настолько маленькое, этим занимаются, так скажем, избранные люди. Мы не можем составить никакую конкуренцию большим этим глобальным алкогольным магазинам. Ну, ведь не заставляют людей есть в столовых, не запрещают им готовить дома. Даже если такой закон будет, то он будет не против нас, маленьких домашних винокуров, а против незаконных винокурных подпольных предприятий. Ну и последний сокрушительный аргумент, подтверждающий то, что запрет продажи самогонных аппаратов – это миф. Дисклеймер сайта-распространителя. Он звучит так. «Панорама – это сатирическое издание, а все тексты на этом сайте представляют собой гротескные пародии на реальность и не являются реальными хвостями». Будьте бдительны, проверяйте информацию и цените натуральное. Я учу гнать правильную лобу. Редактор субтитров А.Семкин